Привет, я Кирилл Фисенко от центровой БК Автодор. Сегодня я вам докажу, что больше значит лучше. Размер имеет значение. В баскетболе это аксиома, но одних физических данных недостаточно, ты еще должен иметь ими пользоваться. Природа одарила меня ростом и внушительной комплекцией, но не каждый сможет превратить это в преимущество под кольцом. Я стараюсь быть максимально эффективным в трёхсекундной зоне, получать мяч как можно ближе к кольцу и выигрывать подбор. А сейчас я поделюсь с вами своими секретами. Первое. Нужно занять идеальную позицию. Для этого нужно понимать, где тебе нужно быть и как надо добраться первым. Если ты правильно занял позицию, разыгрывающим будет проще дать тебе пас, и ты можешь сразу перейти к завершению. Защитнику остается или фалить или не мешать. В первую очередь важно очень низкая посадка ног, чтобы тебе тяжелее было сдвинуть с места и, конечно же, стараться получить мяч как можно ближе к кольцу. То есть, чтобы занять позицию, нужно сесть и постараться зашагнуть за защитника. Тогда с этой ситуацией ему уже никак не выбраться. Если он пойдет с левой стороны, я буду завершать правой рукой. Если он пойдет с этой стороны, я постараюсь забить сверху. Когда ты занял позицию и получаешь мяч, важно не дать защитнику прорваться к тебе и ударить по мячу, выбить мяч из рук. Поэтому надо расставить широко локти, и чтобы маленький игрок с помогающей стороны тоже не мог помешать тебе. Для этого надо сесть ниже и расставить локти. Когда уже ты получил мяч там, где надо, и он у тебя в руках, тогда уже можно выбирать движение. Мое любимое движение – это правый полукрюк. Сюда должно быть противодействие. Если защитник закрывает мой правый полукрюк, выходит немного с этой стороны и пытается его накрыть. Я могу сделать показ, развернуться и забить левой рукой. Можно сделать просто фейк, обман, в одну сторону и уйти в другую. Чтобы выиграть подбор, всегда нужно знать одну простую вещь. Ты должен иметь в поле зрения и кольцо, и мяч. Если это подбор в защите, то нужно в первую очередь отсечь своего игрока. Сделать это легко. Потому что нужно встретить его лицо, а потом поймать его на спину. Когда он на спине, ему будет уже очень тяжело оббегать мою большую комплекцию. Кто-то говорит, что центровым будет легко, ведь ты самый большой парень на площадке. Но у этой медали есть и оборотная сторона, ведь великанам достается больше всего. Зачастую судьи не фиксируют контакт, когда защитник врезается в центрового. А ведь это атлетичные парни, ростом меньше метр девяносто. И от их ударов частенько остаются вот такие приятные синяки. С вами был Кирилл Ефисенко. Тренируйтесь.